Министры иностранных дел Азербайджана и Армении накануне вылетели в США для участия во встрече стран-партнеров, которая состоится в Вашингтоне в рамках юбилейного, 75-го саммита НАТО. Однако до последнего момента не было подтверждения о проведении двусторонних переговоров между ними или с участием официальных представителей Госдепартамента. Приглашение министров иностранных дел Азербайджана и Армении на саммит НАТО было объявлено помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом Абрайаном после его недавнего визита в Баку. Министерство иностранных дел Армении подтвердило, что Арарат Мерзаян принял это приглашение незамедлительно, тогда как МИД Азербайджана объявил о визите Джейхуна Байрамова в Вашингтон лишь 9 июля, после того как министр уже сел в самолет. После своего визита в Баку Джеймс Абрайан на брифинге заявлял, что Вашингтон работает над организацией переговоров о мирном соглашении между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках саммита НАТО. Как известно, после нескольких раундов переговоров с участием госсекретаря Энтони Блинкена год назад вашингтонский формат был приостановлен. Хотя Ереван предпочитает проводить переговоры на западных площадках, Баку с тех пор считает более эффективными либо прямые переговоры, либо в нейтральной третьей стране. В среду, в 10 июля, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила в соцсетях, что сегодня в Вашингтоне должна состояться трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и госсекретаря США Энтони Блинкена. Отметим, что накануне Таж Бадалян уверяла, что договоренности о переговорах между Араратом Мирзаяном и Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне нет. По ее словам, согласно достигнутой в Вашингтоне договоренности, 10 июля состоится трехсторонняя встреча с участием главы МИД Армении Арарата Мирзаяна, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и госссекретаря США Энтони Блинкена. Напомним, что Баку на данный момент основной преградой на пути к миру видит Конституцию Армении, содержащую территориальные претензии к Азербайджану. Власти Армении работают над новой Конституцией, но такая работа, разумеется, займет много времени. Есть ли в такой неопределенной ситуации надежда, что стороны подпишут мирное соглашение до конца года? Ведущий эксперт фонда Карнеги и эксперт по Южному Кавказу Томас Доваал в интервью армянской службе Радио Свобода заявил, что шанс составляет 50 на 50. Думаю, здесь есть два больших вопроса. Во-первых, можно ли достичь соглашения, и во-вторых, насколько оно будет устойчивым? Я думаю, что в этом году соотношение сторон по-прежнему 50 на 50, сказал Доваал. По словам эксперта нынешние требования Баку, а именно изменение Конституции, является для Еревана довольно сложным вопросом. Я думаю, что другая проблема в том, что, даже если мы говорим о мирном соглашении, некоторых вещей в нем не будет. Например, на данный момент, насколько я понимаю, в тексте нет ничего о маршруте сообщения через Сюник в Нахчеван, который в Азербайджане называют Зангизурским коридором. Вероятно, это не будет частью соглашения. Так что это очень сложная проблема, которую еще предстоит решить. Поэтому, возможно, в ближайшее время будет достигнуто какое-то соглашение, но при этом ситуация остается очень сложной, считает Доваал. По мнению эксперта, в любом случае, если что-то и будет подписано в будущем, маловероятно, что стороны подпишут масштабное соглашение, охватывающее все вопросы. Такие документы чрезвычайно объемные, обычно над ними долгое время работают многие рабочие группы. Сейчас очевидно, что многие исторические вопросы, накопившиеся между Арменией и Азербайджаном, сложно быстро решить. Поэтому в случае подписания это может быть рамочное соглашение с общими принципами, но дьявол всегда кроется в деталях. На самом деле, то, о чем мы говорим, по сути, является рамочным соглашением. Это соглашение, которое в основном определяет условия регулирования отношений между двумя странами. В этом смысле я не думаю, что соглашение о принципах будет очень проблематичным. Однако, на мой взгляд, проблемы могут возникнуть именно в деталях, а не в общих принципах, подытожил он. По словам Доваала, положительным в этой ситуации является то, что ни одна из сторон не хочет новой войны. Эксперт отметил, что Азербайджан не хочет посредников в переговорах, и это понятно, поскольку посредники преследуют свои интересы. Поэтому идеальным путем было бы, если бы конфликтующие стороны сами пришли к прямому соглашению. Однако достижение мира без посредников также кажется нереальным. Поэтому Доваал считает наилучшим следующее развитие событий, Баку и Ереван сначала заключают рамочное соглашение, а затем прорабатывают детали при поддержке третьих сторон. Оптимистичный сценарий заключается в том, что в двустороннем процессе будет достигнуто какое-то соглашение, а затем международное сообщество поддержит и дополнит все детали, возможно будет также принята резолюция Совета безопасности ООН, заключил он.